Лебедка, страховка карабины. Нехитрое обмунирование промышленных альпинистов не хуже их коллег, покоряющих горы и скалы, помогает им проводить работы на самых опасных сооружениях. Таким оказалась и третья дымовая труба Владивостокской теплоэлектроцентрали номер 2. 180 метров от фундамента. Вдоль сооружения распределены 4 смотровые площадки. На отметках в 40, 180, 130 и 175 метров соответственно. Лебедка на электрическом ходу не для людей. На ней промальпинисты доставляют коллегам материалы, краску и прочее оборудование. Чтобы до площадок смогли добраться сами подрядчики, предусмотрена металлическая ходовая лестница с обязательным ограждением. Ну а пока рабочий поднимается, чтобы проверить оборудование, наша съемочная группа пообщалась с сотрудниками самой ТЭЦ. К работам приступили в июне месяце. Ну, учитывая сложные погодные условия приморского лета, работы продолжаются по сей день. Значит, произведена замена молниеприемников, изношенных светофорных площадок, произведена окраска дымовой трубы с светомаркировочными кольцами. Кстати, сами эти кольца имеют красные и белые цвета не просто так. Существует специальный регламент о дневной маркировке и светоограждении. Это сделано по целому ряду причин, в том числе для низколетящих воздушных судов, ведь красно-белая труба хорошо просматривается даже с большого расстояния. Сама краска специальная, устойчивая к осадкам и солнечному излучению. Ну а к высоким температурам совсем не обязательно. Несмотря на то, что отводимые трубой газы разогреваются до 115 градусов по Цельсию, поверхность трубы вообще не нагревается от дыма. Такой ремонт должен продержаться не менее пяти лет. Качество работ мы контролируем постоянно и своим собственным персоналом, и качество работ очень высокое. То есть эти специалисты не первый год у нас работают, мы уверены в качестве их работы. Уже совсем скоро капитальный ремонт трубы на Владивостокской ТЭЦ-2 подойдет к концу, а специалисты и рабочие продолжают обслуживать эту громадную, но очень важную конструкцию. Евгений Черемухин, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.